Итак, как ты сделала тесто сначала? Тесто поставила, дрожжи положила, молочко, опару сделала, потом муку, потом подсолнечное масло, немножко соли, немножко сахара. Тесто шикарно поднялось. Потом у меня была очень хорошая свининка, нежирная такая, но она немножко жирнужин обязательно. И делается в фарш только одно мясо и много лука. Все. Да, но тесто это дрожжевое, правильно? А в тесто еще нужно дрожжевое тесто, еще немножечко подсолнечного масла нужно добавлять. Дрожжевое тесто. Я даже на уха убила, это было немножко моим, можно ли? Так, и ты бьешь, да, вот так вот? Обязательно бью, оно сейчас подойдет. Ну, чтобы оно форму приняло, потому что жареное. Вот уже сделали. Это домашние души. Очень просто, как целый таз был берешь. А потом их в масле, да, надо? Да, потом подсолнечное, на хорошо разогретом подсолнечном масле и кладешь сначала, ну, и посмотришь, если там это. Потом можешь фотки просто сделать. Обратной стороной мясом кладешь сначала, разогретое масло обязательно мясо. А потом переворачиваешь на обратную сторону. Слушай, а дрожжи ты добавляла, да, в это тесто? Обязательно. И долго, оно же быстро ты сделала. Ну, я не знаю, когда я поставила. Я поставила, часа в два поставила, в четыре оно у меня уже было готово. Так все равно часа два надо, да? Нет, конечно, дрожжи должны переиграть. А как же ж, тогда будут дрожжами открыть, это же будет нехорошо. Дрожжи должны переиграть. Видишь, какое тесто шикарное? Другое оно, конечно, отличается. Пушистое тесто вот так вот делается. Шикарное, вот вкусные беляши с чаем или с молоком. Или просто так. Ну, на все случаи жизни, да. То есть... Ну, фарша сколько там, кстати, у тебя? Там много фарша, наверное, останется. Потом, наверное, видишь, котлеты делать или суп с фрикадовкой. Понятно. Очень домашние беляши. Да, целая миска. Да. Вот, чтоб форме придавалось, вот так вот делается. Кладется, они сейчас еще, я пока сделаю, вот эти вот уже, они подойдут уже будут, они пышными будут. Понимаешь? И как раз я с того конца начну жарить. Угу. Ну, она почищена. Это смелитая сковородка. Да нет, это вообще надо не обращать внимания. Значит, она нормальная. Она толстая, это советская сковородка, очень хорошая. И хорошо, что ручка не задевается. Хорошо, ты давай по рецепту. Я уже снимаю. Значит так, да, хорошо. Значит, вот, налила сюда масло. Ну, где-то сантиметр, наверное, подсолнечного масла. Оно должно очень хорошо раскалиться. Раз это самое. Потом убавляешь огонек. Ну, такой, средний огонек убавляешь. Потом вот наши беляшики, да? Да. Это я сделала первый ряд, сделала раньше. Самый первый ряд. Значит, берешь беляш. Вот так вот. Берешь и его обратной стороной. Обратной, ага. Обязательно. Вот как. Обязательно обратной стороной первый раз. Тогда сок не будет вытекать. Оно мясо сразу схватится. И весь сок в мясе останется там, в беляше. Вот. Еще на один. Вот видишь, это мне жарить и жарить. Потому что всего только пять беляшей. Пять, да? Да, шестой не получается. Вот так вот. Делается оно. Жарится. И сколько оно примерно вот так будет жариться? Ну, не знаю. Я посмотрю, чтобы там с той стороны была румяная корочка. Потом переворачиваешь обратную сторону, снова жаришь. Ну, я смотрю, что там это. Можно накрыть обратной стороной, я много масла не наливаю, так чтобы оно вообще все в масле. Зачем это надо? Я так много масла не наливаю, а наливаю так немного масла, а потом, когда перевнешь обратной стороной, можно накрыть будет крышкой. Сейчас крышкой накрывать нельзя. А, ну крышкой. Сговорот. Ну а на практике сколько примерно времени оно? Я не знаю, ну сколько оно жарится. Там мясо ж, да? Да, там мясо. Мясо сырое, мясо и лук сырой. Вот, ну я знаю, минут, наверное, пять на этой стороне, ну не больше пяти. И обратно, наверное, пять. Ага, полно, ну все. Так, ну еще одним словом, это я буду жарить очень долго.